Я наконец-то сделал план по регулярным стримам, но как только в жизни происходит всё это не по графику, отменяю и приношу стримы, что за сопротивление за этим лежит. Первое, у вас сопротивление, у вас как работает, как я думаю, да, вы запланировали стримы, но это тяжело, вот я сейчас говорю, мне тяжело, потому что у меня две недели не было прямых эфиров и мне тяжело, и голова, зная то, что будет тяжело, она ищет мне различные ситуации, различные способы, чтобы не дать мне стримить, не дать мне напрягаться, потому что у меня ещё, ну у вас, да, есть подсознательный страх, боязни камеры, вы ещё стесняетесь критики, а как скажут, вы ещё думаете о том, что о вас подумают, либо что о вас скажут. И вот здесь, это не вы принимаете решение, а ваш мозг подсовывает, подтасовывает вам факты, которые говорят о том, что типа, ну чего тебе сейчас напрягаться, давай мы потом это всё решим, давай мы потом это всё сделаем. И вы говорите, о, всё, сегодня не смогу, завтра сделаю. А завтра, помните наше правило, завтра не наступит никогда. И вот если вы запланировали стрим, если вы решили, но у вас есть неотложные дела, значит стрим переносится на 23 ночи, значит вы не ляжете спать до тех пор, пока вы сегодня не сделаете стрим, только так это решается больше никак. Вы должны себя мотивировать, потому что вы вот чётко себе поставили, да, что вы будете профессионально вести прямые трансляции после 100 трансляций. Дальше берёте вот такой чудесный листик и ставите там вот такие вот штучки, квадратики, вот вам план на неделю. И у вас каждый день должна быть галочка, если этой галочки нет, то день прожит зря, и вот в этом случае, в этом случае, когда вы даёте своему мозгу, своей второе я понять, что пока мы не сделаем стрим, мы спать не ляжем, это у вас будет безысходность, и вы начнёте это всё делать, потому что у вас будет достижение по прошествии ста стримов, от того, что вы себе напридумывали причин для приноса, ничего не изменится, ничего не получится. То есть вы обманываете, занимаетесь самообманом. Время идёт, и вы сами себя убеждаете, объясняете себе, потом вы объясните себе причины неудачьи, вы такие, ой, у меня не получилось, там у всех получается. Если вы думаете, что я вот просто сплю и вижу, как мне там в субботу в 9 часов вечера, вместо того, чтобы пойти там погулять, да, или посмотреть какой-нибудь сериал, стоять и 2 часа говорить прямой эфир, мне тоже тяжело. Но я знаю, что надо, так и вы, поставьте себе просто и не ложитесь спать. Вот пусть это будет таким вот, как тренировка, когда ты приходишь в бассейн плавать, ты поначалу думаешь, вода холодная, и сначала думаешь, ой, плавки сырые, ой, погода плохая, ой, такси не приехало, да. Вся эта история про это, поэтому тут все зависит напрямую от вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова